Вопрос такой. Вообще, производишь представление человека такого очень доброго, даже перед выступлением, когда я смотрю, не видно, что человек хочет разорвать всех своих конкурентов. Я понимаю, что один раз Горшков сказал, что на фигурном катании чемпион не может выступать, а скалив зубы и закончить выступление. Но все равно не чувствуешь, чтобы выиграть, нужно или разозлиться, или как-то пытаться разорвать партнеров. Это никогда не чувствуется. Я еще не выхожу с таким настроем, что даже там порвать, разорвать, взорвать кого-то. Нет, я выхожу, я четко знаю, что делать, какую работу я должна выполнить. Настраиваюсь я только на себя, и уж эмоции из зала, публика мне помогает. Но и в фигурном катании, я понимаю, что здесь эмоциональный вид спорта, и немножко отличающийся от некоторых других единоборств, или видов спорта, где есть статистика, цифры, и так далее, бег или метание. Но все равно нужно же каким-то образом себя завести на то, чтобы стать сильнее других. Ну, во-первых, сильнее других мы становимся на тренировках, там мы работаем, а уже на соревнованиях мы должны показывать свой лучший прокат, лучший результат. И у нас же эстетический вид спорта. Мы должны красиво кататься, красиво выглядеть, а не кататься с каким-то оскалом, с удовольствием, а ходить и олицетворять только добро. — Понятно. А вы, соответственно, сделали свою программу, связанную со сказкой. Вы любите сказки? — Да. — И в детстве любили, что когда вы читали? — Ну, я многие сказки, конечно же, знаю. Вот, мне кажется, в жизни тоже бывают моменты, как в сказке. И, может быть, как-то будет странно звучать, но я верю, что чудеса случаются. — Хорошо. А какая самая любимая сказка у вас была в детстве? — Наверное... Честно сказать, вот у меня прям не было такой любимой. Мне, наверное, нравились сказки про принцессу, про Рапунсель. — Понятно. То есть вы хотите воплотить в своих выступлениях то, что вам нравилось детские сказки? — Нет, не обязательно. — Не обязательно? — Нет. На льду мы можем в разных образах быть. И не обязательно. Ты должен быть принцессой. Нет, не обязательно. — То, что случилось, вот, что вы рассказывали с платьем, за пять дней вы, соответственно, было шито новое и так далее. А когда вы на это шли, вы понимали, что вы рискуете, а вдруг не выйдет или нет? Или вы даже не думали об этом? — Я была уверена в своем выборе. — В выборе и в своей шве, и во всем, что случится? — Да, я была уверена, что все пойдет как наше. — А скажите, вот вы работаете все время с одним тренером, но с одной стороны это прекрасно, потому что вы привыкли, тренер знает, как подсказать, и вы знаете, как лучше понять тренера, потому что даже в самых лучших вариантах ученик до конца не воспринимает все, что говорит тренер. То есть не на сто процентов такого не бывает. Это исследования проводились. Чуть-чуть он упускает. Но вот скажите, бывали у вас с тренером какие-нибудь разногласия, что вы хотели вообще все бросить? — Да, ну, конечно же. — И фигурное катание, или уйти от тренера? — Ну, во-первых, когда что-то... — Ну, хотя бы минутные. — Нет, у каждого спортсмена бывают минутные какие-то проблемы, когда что-то не получается, все хочется бросить, закончить. Но это такие минутные, как разочарование, потом немножечко остываешь, и все, и понимаешь прекрасно, что ты любишь свой вид спорта, любишь, что чем ты занимаешься. И, конечно, были какие-то разногласия с тренером. Иногда бывали, как бы это нормально. Не бывает всегда все идеально. Но обычно у нас все конфликты потом как-то, не знаю, заглаживались, и все нормально. И в основном просто это рабочий процесс. Каждый хочет сделать так, чтобы было лучше. Поэтому, я считаю, все идет только на пользу. — Скажите, в прошлом году на этом же турнире вы были первые, а потом, соответственно, в течение сезона проигрывали «Медведевы». А мне было обидно, например, чтобы было наоборот или еще что-то. — Понятное дело, все хотят выиграть, но это надо больше работать, что поделаешь. — То есть вы, когда понимаете, что занимаете второе место, вы не обвиняете никого? — Ну, не знаю, мне кажется, это немножко неправильно поставлен вопрос. Надо смотреть по ситуации, а потом уже обвинять кого-то. — Скажите, а что вы любите, например, делать в свободное время, когда оно у вас есть? — Ну, я всегда по-разному провожу время, но у меня, на самом деле, очень мало свободного времени. И чаще всего я хожу, гуляю где-нибудь с друзьями. — Понятно. А что вы любите читать и какие фильмы смотреть? — Да, я в последнее время увлекаюсь, наверное, историей. — Какой? — Средневековой. — Средневековой? — Да. — Российская или? — Нет, европейская. — Европейская. — А какие страны предпочитаете? — Вообще мне нравится Франция и Италия. Вот, потом я и сейчас начала читать книжку «Скарлайлда», картина «Портрет Дариана Грея». Вот, поэтому проводим вот так свободное время. — Понятно. А у вас есть мечта кого-то воплотить на льду? Предположим, ваша. Могло быть, что у вас есть мечта, ну, предположим, но нет такого. Вы каждый раз придумываете и практически всегда воплощаете, что вы хотите. Всегда удачно. — Ну, надеюсь, что да.